Канализация сделана, готова. По тепловому узлу сейчас идётся работа, собирают. Водомер тоже готов. Капремонт в доме на Чернышевского 125 в финальной стадии. Подрядчик планирует завершить работу в двухнедельный срок. И не только в самом доме, но и на прилегающей территории. Уберут груду земли и разровняют придомовую площадку. К двухэтажке из нового списка капремонтов никаких претензий. В отличие от домов, работы по которым перенесены с прошлого года. На Гелеровского 16, ремонт уже завершён. Но крыша не даёт покоя ни жильцам, ни подрядчикам. После сильных дождей снова, как и две недели назад, начались протечки. Проблема была в крыше, в вентоканалах. Вентоканалы были неправильно собраны, стыки. Мы сейчас их исправляем, промазываем, герметизируем и всё будет хорошо. Исправить свои недоработки подрядчик должен к концу этой недели. А вот на Ленинградской 74 времени на исправление ошибок потребуется явно больше. Новая кровля не выдержала капризов погоды и протекла. А капремонт дома обернулся для жильцов верхних этажей ремонтом в квартирах. Весь потолок в подтёках. Всего нас огорчает очень-очень. Крыша, она на нас кечёт. У меня лично в квартире протекло, прямо кечка уже. Кровельные работы завершены в прошлом году. Но на крыше уже десятки заплат. Работу над ошибками проводят прямо на высоте. Вы больше не допускаете от такого некачественного выполнения работы. Не я ведь. Никак не вы. Вы должны смотреть, как управляющая компания. Кто виноват, ещё предстоит разобраться. А на вопрос, что делать, у комиссии чёткий ответ. Подрядчик должен исправить всё до сентября. По гарантии за свой счёт. Сложнее с другой проблемой. Заплаты в стенах вместо кирпичной кладки – последствия замены труб горячего и холодного водоснабжения в рамках капремонтов. Дело даже не в эстетике. Жители жалуются на большие теплопотери. Мы приняли сигнал от местных жителей, своевременно донесли его до администрации города. Мы готовы дальше быть и посредником, и готовы присоединяться к решению определённых проблем. В итоге выяснилось, кладку подрядчик не стал восстанавливать, так как необходимо заменить ещё и систему канализации, которая, кстати, на данный момент в план ремонта не включена. Так что искать варианты решения проблемы пришлось оперативно. Мы сейчас разберёмся. Если будет возможность в ближайшее время сделать проектные работы и выполнить работы по устройству канализации, мы это сделаем. Если денег не хватит, тогда мы постараемся откорректировать программу фонда капитального ремонта, обратиться с корректировкой, откорректировать и включить эти работы на 2018 год. И тогда уже можно будет ниши заделать нормально кирпичом, как они были раньше сделаны. Есть причины для беспокойства и в доме на Горького 148, где ремонт также тянется с прошлого года. Дом должны были сдать 30 июня, но подрядчик вновь задержал срок выполнения работ. А сейчас ещё и погода подбросила сюрприз. В подвале прибывает вода. После ливня это затопило? Да, это только вчера. Вчера вообще выполнялись работы по замене холодной воды и канализации на той стороне. А вот ночью затопило. Когда будете откачивать? Это за дренажа получается? Да. Сегодня будет откачивать вместе с подрядчиками. Такой потоп вряд ли случился только из-за дождей, считают специалисты. Так что задача не только выкачать воды, но и найти причину утечки. Городские власти будут контролировать работы и требовать их завершения в кратчайшие сроки. Как подчеркнул Сергей Воропанов, вопросы к прошлогодним подрядчикам остаются. И эти адреса находятся на особом контроле. А к концу июля, после выбора подрядчика, ремонты начнутся еще на ряде объектов. Завершить их планируют к 15 сентября.